Итак, я хочу говорить сегодня на тему Она Для меня она очень важна Я уверен, что для многих из вас Я назвал ее Разрывая Петлю одиночества Вы знаете Когда мы приходим в церковь Потому что иногда большая разница Приходим в церковь или приходим к Богу Но даже когда мы приходим к Богу Я знаю очень много людей Которым очень тяжело помочь Потому что они одиноки Они одиноки замужем Они одиноки в церкви Простите, но Вы не поверите Но я знаю Я не буду говорить сколько Огромное количество людей Которые, к сожалению, одиноки с Богом Потому что они живут своей жизнью Он живет своей Меня это очень пугает И мне больно Потому что Если я знаю его И если я соприкоснулся хоть немного С его любовью Одиночеству не должно быть места В моей судьбе Люди боятся Людям страшно Людям страшно Что они всегда будут одни Даже тогда Когда Вокруг много людей Которые любят их Мне тяжело пока Это принимать Но Если вы слышали Буквально месяц назад На юге нашей страны Второй пастор Одной из мега церквей Покончил с собой Кто слышал это Это ужасно Он написал книги Он проповедовал И много Боролся С депрессиями И против одиночества В жизни других людей Парню было Чуть больше 30 лет Он был пастором Вторым пастором Церкви По-моему 15 или 16 тысяч человек Одиночество Не имеет И не должно иметь Места в нашей судьбе Но почему-то Оно несет Разрушительный характер В жизнях Наверное Я не ошибусь Если скажу Большинство верующих людей Окей Я хочу сегодня Говорить Об этом Итак Я надеюсь Что многие из вас Немножко слышали То о чем мы говорили Прошлое воскресенье Позапрошлое воскресенье Три воскресенья Прошлых Мы говорим о страхе Мы говорим о том Что такое страх И к сожалению Страх это не просто Ощущение Какой-то Скованности Или какая-то фобия Или какая-то тяжелая эмоция Которая просто не позволяет нам Что-то сделать Нет Страх Это серьезная мотивация Которая родилась В Эдемском саду Когда человек Стал чуждым Богу Когда человек Пережил Первое чувство Одиночества Ему стало страшно За себя И страх за себя Стал мотивацией Смело Действовать Стал мотивацией Быть смелым Действовать во многих вещах Против Бога Итак, друзья Я хочу, чтобы сегодня Мы говорили О страхе Уже напрямую 1 Иоанна 4 глава 18 стих 1 Иоанна 4 глава 18 стих Если у вас есть Библия Откройте ее, пожалуйста Есть Библия? Посмотрите соседу в глаза Скажет, ты что в церковь Без Библии пришел? Ага, не можете сказать? У самих, наверное, нет Давайте посмотрим в Библию Вы считаете Библию? Кто считает Библию? Вы думаете, я сейчас задаю Примитивный вопрос? О, Боже Ладно, я потом об этом как-нибудь А кто прочитал Библию полностью? Вот вы прочитали Библию От А до Я А ну? А кто несколько раз? Что мне делать с этим? Я даже не знаю На Итак, 1 Иоанна 4 глава 18 стих Are you ready? Окей Тогда, come on 18 стих В любви нет Но совершенная любовь Изгоняет страх Потому что в страхе Есть Мучение Боящийся Что? Несовершен в любви Итак, поехали Боящийся Несовершен в любви Боящийся человек Человек, который живет в страхе Там не написано Что этот человек Не любит Это неправда Потому что многие Они сразу как бы Перфекционисты христианские Они говорят Если боится Значит не любит Все Это неправда Там так не написано Боящийся Он Несовершен В любви Что это значит? Это значит Что боящийся человек Любит Но он Несовершен Что такое совершен? Давайте по-русски Перевозчика сегодня нет Поэтому легче Несовершен От слова Какое коренное слово? Совершить Или совершать Совершать Это значит Сделать до конца Несовершен в любви Это человек Который любит Но он не способен На практике Делать любовь Он не способен Он несовершен в любви Он не способен Практически На действия Которые по сути Есть любовь Вы знаете Например Бедный мой папа Я все время Привожу его в пример Он всю жизнь У меня там Он уже привык Он у меня притча Я его очень люблю На самом деле Вот И да с Бог Когда-нибудь Вы с ним познакомитесь Но Мой папа Он Всю мою молодость Ну или как Детство все мое Он проупотреблял Наркотики Он прокололся И Честно говоря Когда тогда Меня спрашивали Или как бы мы говорили О моем отце Вы знаете Я мог просто сразу Сто процентов сказать Он не любит меня Я понимал Что человек Который любит Так себя не ведет Но Когда я вырос Я начал понимать И наблюдать За некоторыми его Эмоциями Мыслями И так далее И вы знаете Я понял Что я был неправ То что он Не мог проявить Или показать Мне свою любовь Это не значит Что он не любил меня Ему было страшно Ему было страшно Проявить любовь Ему было страшно Как-то это показать Делом Я не знаю почему Но людям часто Это страшно Боящийся Несовершен В любви Никогда нельзя Бояться любить Аминь И так Мы говорили о том И мы говорим о том Что страх Он сколывает Проявление любви Но любовь Это антоним страха А в чем проявляется Любовь Кто помнит В заботе Главное В чем проявляется Или может проявляться Любовь Это забота Есть люди Которые любят Но они боятся Позаботиться Почему они боятся Позаботиться Потому что Они боятся За себя Я бы позаботился О тебе Да только я боюсь Что мне не хватит Я не жадный Я просто Очень боюсь За себя Так вот В любви Нет страха Совершенная любовь Что делает Со страхом Громче Изгоняет страх Совершенная любовь А что такое Совершенная Это любовь В действии Совершить То есть Когда я совершаю Любовь Я изгоняю Страх Теперь В страхе Есть мучение Какое мучение Есть в страхе В страхе Есть мучение Одиночества Люди Которые боятся Всегда Одиноки Когда я Люблю свою жену Очень люблю Ее Но я боюсь Позаботиться О ней Когда я боюсь Проявить ей Свою любовь Когда я боюсь Дать ей Денег Там Ну сколько там Ей хочется Когда я боюсь Принести ей Кофе Или завтрак В постель Когда я боюсь Проявить ей Свою любовь Она закрывается И я Остаюсь Один В семье Вместе с женой Слышите А там Где есть Одиночество Там всегда Мучение Одиночество Это Мучение В страхе Есть Мучение Как освободиться От одиночества Как освободиться От страха Что изгоняет Всякий страх Любовь Теперь я прошу вас Послушайте меня Внимательно Если вы чувствуете Одиночество Чаще всего Оно Из-за страха Но Совершенная Любовь Изгоняет Страх А что такое Совершенная Любовь Это проявление Заботы В действии Совершенно верно Теперь внимание Что мне делать Чтобы Библейски Что мне делать Какую Бог Мне дает мудрость Что мне делать Чтобы избавиться От одиночества Мне нужно Проявлять Совершенную Любовь Мне нужно Проявлять Любовь Любовь В действии Вы знаете У кого есть дети Вы любите своих детей Вы любите их Бла-бла-бла Или вы любите их Совершенной любовью a Совершенной любовью Другими словами Вы заботитесь о детях Вы знаете Мы Вчера Да Мы ехали С малыми И Ты их спросила Оля спросила Детей Повернулась Так Дети Наверное после темы Воспитания детей Да Или что-то Детя нахлынула Короче Мы едем домой И Оля поворачивается И говорит Дети Вы уверены Что мы вас любим Дети Да Да Конечно Она Не-не-не Обоснуйте А с чего Вы взяли Что мы вас любим Ну и дети Начали Что-то там Короче Рассказывать Ну и так далее И У нас Женя Философ И он Все Остановил Весь разговор И говорит Вы Уже Одиннадцать лет Заботитесь Обо мне Эверина А я А тебе семь Обо мне Одиннадцать И он говорит Он не слышал проповедей Он не слышал этой темы Мы с ним ее не разбирали Но он сказал Вы заботитесь Обо мне Вы Дарите мне Свою жизнь Я сыт Я облюблен Я накормлен Я ухожен Я защищен Я любим Вы слышите Когда есть Любовь в действии Знаете Что вы чувствуете В ответ Мама Я тебя люблю Знаете Что вы чувствуете В ответ Пап Понимаете О чем я говорю Вы Чувствуете Себя Нужными Вы не чувствуете Себя Одинокими Почему Потому что Одиночество Умирает Тогда Когда есть Любовь В действии Окей Теперь давайте Серьезно поговорим Потому что Насчет деток Мы их все любим А что насчет Твоего Или твоей Так мы часто Их называем What about Your husband Или Your wife Что Насчет Твоей Жены То есть Когда мы Заботимся О детях Вне зависимости От того Что там Они как Мы их Любим У нас Есть с ними Контакт Почему Мы теряем Контакт С мужем Или женой Потому что Нам В Влом Как Вы понимаете Слово Которое Помогите Мне А Нам не Хочется Моя Приличная Жена Нам не Хочется О них Заботиться Нам страшно Нам хочется Чтобы Они Заботились О нас Я провожу Много Мужских Разных Стреч И Семинаров И у нас Вчера Был один Из них И Постоянно Главная Моя Тема Которая Пытаюсь Достучаться До мужиков Не бойтесь Своих Жен Да нет Кто их Боится Ага А почему Когда я Говорю Давайте За ними Ухаживать Первый Вопрос У всех Глазах Или на Устах А на Шею Она Не Залезет А что У тебя Шея И у меня Ножки Слабые Все Женился Опа Я все время Привожу Этот пример Да Ну Когда люди Делают Предложения Они вот так Становятся Да Как перед Конем Нет Как перед Конем Когда На которого Надо залезть Ну Не сажали Вас на Коня Нет Садится Такой мужик Вот Говорит Залезай И ты ему Становишься Сюда И по нему Лезешь Короче На коня Понимаете О чем Это когда Предложение Ты делаешь Это имеется Ввиду Залезай Мужики Что сидите Валите Я сейчас Продолжу Эту тему Хотя Что валить Жену убирайте А то услышат Теперь послушай Совершенная Любовь Изгоняет Страх Страх Мучение Одиночество Совершенная Любовь Если ты не хочешь Быть одиноким Знаешь Что ты должен Делать Ты должен Начать Заботиться Боже Я сейчас скажу Одно такое место Которое Наверное Вас Ну вы начнете Смеяться Вообще Ну что ты Сегодня за Примитив Такой Несешь Кто Хочет Иметь Друзей Говорят Книга Притч Что Тот Сам Будь Дружелюбным Если ты хочешь Перестать быть Одиноким Начни Заботиться О других Людях Которые Станут Тебе Друзьями Вы Слышите Или нет Забота Изгоняет Одиночество Но Беда В том Что мы Боимся Заботиться И вот Здесь Вот Например Евангелие От Иоанна 8 глава 40 стих Давайте Сейчас посмотрим Как Иисус Жестко шел В разнос Однажды Ну не однажды Он все время Ходил в разнос Я люблю Иисуса А вы Ой я люблю Его и как Бога И как Вот как Проповедника Мне нравилось Как он себя Вел Какой он был Классный Вот он Как вот он На пастырских советах Себя вел Да в городе Помните Да он приходил И говорил Ну что Пришли По рождению Ехиднины Я сейчас Не про пастырей Нашего города Чтобы вы сейчас Не дай Бог Не подумали Он приходил К фарисеям На религиозные Собрания Приходил И говорил Ну вот Вы себе Можете сейчас Представить Приличного Епископа Или пастора Который может Прийти Даже я не знаю Пройти против Какой-то системы И сказать просто Здравствуйте Змей Но это Как не очень Ординарно Да Вот такой Был у нас Иисус Вот он Не был Ни присядником Ни баптистом Ни тем более Харизматом Потому что Что такое Почему тем более Потому что Харизматы Они все время Все хорошо Все хорошо Иисус приходил Все плохо Если вы не поняли Он брал Кнут И говорит Иди сюда И люди Вылетали Из церкви Через окна Это иногда Но он Есть любовь Хорошо Ладно Это я про Иисуса Такую рекламу дал Я просто хочу Чтобы вы посмотрели Здесь Как он общается С фарисеями Итак Ха Сороковой стих А теперь Вы ищете Убить меня Человека Это Иисус Говорит фарисеям Вы ищете Убить меня Человека Сказавшего Вам истину Который Слышал От Бога Авраам Этого не делал Они спорят Кто тот отец Ну кто их отец Вы делаете Дела отца вашего На это ему сказали Мы не от любого деяния Рождены одного отца Имеем Бога Иисус сказал Эй вы Если бы Бог Был вам отцом То вы любили бы меня Потому что я от Бога пришел Ибо я не сам от себя пришел Но он послал меня Почему вы не понимаете Речи моей Знаете Но потому что вы не можете Слышать слово моего Ваш отец Дьявол И вы хотите Вот здесь главное Исполнять Похоти Отца Вашего Он был изначально Человека Убийца И не устоял В истине Итак Внимание Иисус поворачивается К парисеям И говорит Ах вы Ну и как-то там Он их называет И он говорит Слушайте сюда У вас проблема Знаете в чем Вы Дети дьявола Они говорят В смысле А что это мы Дети дьявола Он говорит Ну как Вы не любите меня Вы не поняли Вы не поняли Вы теперь можете Домой приходить Видите что муж вас не любит Можете ему сказать Ах ты Шучу Но Иисус Теперь серьезно Иисус поворачивается К парисеям И говорит Вы не любите Меня Вот почему Я вижу Что вы Боитесь А если вы боитесь Вы исполняете Похоти Не небесного отца А дьявола Потому что Послушайте Речь же идет Не о похотях Я надеюсь Вы понимаете Мы хоть и в Вашингтоне живем Вот Но вы же понимаете Что речь не о сексуальных Похотях здесь Речь не о том Что Иисус говорит Аааа Собрались Эти Садомиты Хотите тут меня Да Все Как дьявол меня хочет Речь не о сексуальной Похоти Речь идет О какой-то другой Похоти Которую Почему-то здесь Христос упоминает Он говорит Я вижу вас Вы Исполняете Похоти Вашего отца В чем я это обнаружил А в вас нет любви А если нет любви Значит есть страх В чем похоть Что такое похоть О которой здесь говорит Иисус Похоть Это Постоянная Мотивация Страха Самозащиты За себя Я не просто так сказал Слово защита Можно с вами Честно поговорить Давайте так Вы когда-нибудь Видели людей Которые Постоянно Оправдываются С ними невозможно Поговорить Они просто Не выдержат Если В течение Разговора Они Не вышли Из разговора Правыми Знаете Или нет Есть люди Которым Очень тяжело Живется И таких Миллион Вы никогда не были Вот так вот сидишь В компании Людей И говоришь Вы знаете Ну не знаю Ну что там сказать Ну Мясо сегодня Вкусное Да И человек сидит И ему плохо стало А что плохо А вот у нас Тоже мясо Неплохое У вас это у кого Ну На Украине Там Или где-нибудь Где мы Просто У нас тоже Все хорошо Мы нормально Вместе сейчас Сидим же Все хорошо Я понимаю Что мы вместе сидим Но просто Ну важно Что вы понимали Что мы тоже не хуже Так мы про вас не говорим А что вы сразу ругаетесь Бывает такое или нет Дорогая Слушай А что у нас на ужин Да Главное Или как там Мы вчера узнали Дорогая Здравствуй А что у нас на ужин А что ты сразу орешь Я не наорую Я просто хотел поесть Все время Меня обвиняешь И твоя мама И твоя бабушка И прабабушка Ненавидят меня Ты не встречалась Моей прабабушкой Но я чувствую Что она не любит меня Что это такое Это одиночество Которое вас запьет Слышите да Что такое Похоти Дьявола Это Постоянная Фобия Самозащиты Постоянная Фобия Что тебя кто-то Хочется топтать Что тебя кто-то Не любит Ты постоянно Чувствуешь себя Неполноценно Иисус говорит Знаете что Ребят Я вот сейчас Смотрю на вас Ребят Я знаю Что вы Богу моему Поклоняетесь Я знаю Что все хорошо Но единственное Что Отродье Вы сатанинское Они говорят В смысле А я обосную Вы не любите меня Я просто вам хочу сказать А что вы боитесь Вы не любите Значит боитесь А кто знает Историю Нового Завета И нашего Господа Его убили Потому что боялись Что он вас сядет на престол Устроит свое царство Так или нет Когда он заехал Осана Осана Весь Иерусалим Сразу же его По сути И приняли От страха Страх Это похоть Не имеешь Я еще раз говорю Ничего сексуального Здесь нет Страх Это определенная Похоть Которой я могу Дать еще Слово Тире Забота Озабоченность О себе Постоянная Тревога И постоянная Постоянность Жажда Самозащиты Не будьте Теми людьми Которым нельзя Сделать Замечание Это не унижение Это помощь Пусть обличает Меня правенник Это для меня Драгоценный Илей Говорит Давид Аминь Алло Алло Скажи С следу рядом Можешь обличать Меня Чуть не повелся Чуть не сказал Ребята Ребята Сколько же у нас Сейчас с вами работы Окей Я не буду сейчас Это открывать Но помните В Висяном Второй главе Там написано Мы исполняли Похоти Ну мира Похоти мира Послушайте Ну не может же Быть Апостол Павел Такой знаете Посмотрел на всю церковь В истории Включая нас И говорит Все вы Сексуально озабоченные Маньяки Но это неправда Он не мог так сказать Похоти Имеется ввиду Вот эти вот Фобии Страхи за себя Аминь Окей Теперь я хочу Чтобы мы пошли С вами В суть Я не долго Но я хочу Показать вам формулу Как работает дьявол И как он убивает Нашу жизнь Как он убивает Наших детей Как он уничтожает Наш род Вы готовы? Окей Поехали Итак Как работает С нами Дьявол Первое Формула Из четырех Ингредиентов То что Мы сейчас увидим Это по Иисусу Итак Что с нами Дьявол Дьявол Сеет в нас Страх Первое Дьявол Дьяволу Не нужно С нами Делать Там что-то Знаете Убивать Нас И так далее Все что нужно Сделать Дьяволу Это посеять В нас Страх Что такое Страх Страх Это Тревога Какая-то Внутренняя Тревога Комплекс Чувства Незащищенности И неполноценности Страх Это комплекс Это тревога Чувства Незащищенности И неполноценности Здравствуй Ева Помните Да Че ты тут Голая Ходишь Я не голая Голая А мы Как бы тут С Богом С Богом Не с Богом А ты Никто Ты можешь Быть Богиней Так по-моему Я и так Как бы тут Как бы на всей Вселенной Богиня Нет Знает Бог Понимаете Или нет И он Сеет страх Что она Никто Она только Что ходила Кем-то Она ходила Срывала Что хотела Она жила Все нормально Было Пока она Не встретилась С страхом И тревогой Что со мной Теперь будет В смысле Адам приходит Она ему говорит Все нам конец Говорит Хорошо подожди Успокойся Сначала объясни Что такое конец Она говорит Я даже не знаю Тебе как это сказать Ну потому что В принципе Не было конца Они были совершенными людьми Совершенным Богом Все было идеально Адам говорит А Это наверное Когда Бог сказал Не ешьте Смертью умрете Она говорит Да Вот смерть Он говорит Я не знаю Что такое смерть Она говорит Нам конец Он говорит Чего Не знаю Но очень важно Сейчас Накосячить Смотрите или нет Очень важно Сейчас сделать Что-то плохое Он приходит домой Кто он Твой муж Он приходит домой У тебя нет настроения Раз Во-вторых Вы уже миллион лет Разговариваете о том Что Тапочки вот здесь Ботинки суда Носки суда И когда вы это видите Первое что вы чувствуете Все Мне конец Ну мы разводимся А как так можно Прикинь Дальше жить Все И вы подходите К мужу И говорите Все Так жить Больше нельзя А Муж смотрит на тебя И говорит Я не понимаю Что происходит Стоять Подожди Давай мы поедим А говорит Себе все Только есть И спать А Чувствуется Практика жизни Почему В туфлях Женщина Видит страх Потому что Есть дьявол Который первое Что делает Приходит Он сеет страх Он просто Показывает тебе Ты посмотри Как на тебя смотрят Так это же круто Что на меня смотрят Я красивая Прикинь Это же плохо Это плохо В тебя все сеется Я не знаю Сейчас меня убьют Кто тебя убьет Короче Начинается бред В жизни Страх Теперь внимание Страх Это тревога И самозащита Самооборона Что делает Тревога И самозащита Или желание Самозащититься Знаете Что оно причиняет Оно производит Вторую штуку Оно выливается В действие Какое действие Действие Эгоистичного характера Или действие Заботы О себе Теперь внимание Страх Который сеет Дьявол Он рождает Действие Эгоистичного характера Оно для вас Нормально Просто действие Эгоистичного характера Рожденное страхом Оно всегда За счет Чужого человека Понимаете Или нет За счет Того Кого ты любишь Тот Кто боится Он не совершен В любви Что это значит Он на практике Не может Дать Он на практике Не может Тебе Чего-то Дать Он делает Что-то для себя Хотя любит Тебя Но не может Тебе ничего дать Делает это себе Не видя Сам Что он Лишает Тебя Потому что Он очень Боится За себя Я не мог Никогда понять Почему папа Не может бросить Наркотики Ну почему Я говорил Он не любит Нас Мама говорила Да нет Он нас на самом деле Любит Просто Нет Он не может Ну если он нас Любит Почему он не бросит У нас пустой дом У нас отрезали Свет за неуплату У нас Я однажды Утром просыпаюсь Вы поняли Мое детство Я однажды Утром просыпаюсь Мне наверное Лет 9 было Я на вторую смену Ходил в школу Вот И поэтому Родителей нет дома И я просыпаюсь Утром Кто-то ходит По квартире Я такой Опа Я понимаю Что ходят чужие мужики Какие-то наркоманы Они взломали дверь Они видят Что я лежу Сплю И они ходят Громко разговаривая Роются везде Ищут наркотики И дорогие вещи Папины Я понимаю Если я сейчас Пикну Они просто Меня убьют Потому что Я видел Кто Я знаю Что такое Страх Но у меня Всегда был вопрос Теперь послушайте Действия То что Рождает Страх Это действия И я хочу Сказать Эти действия Я не хочу Сказать Эти действия Нацелены На насилие Насилие Это уже Пик Страха То почему Мужчина Поднимает Руку На женщину Потому что Он боится Он боится За свой авторитет Он боится За себя Он боится Но это уже Пик страха Я говорю О естественном Страхе Он выражается В том Что я просто Не буду О вас Заботиться Я вас Очень люблю Но поверьте Вы просто Меня не поймете Мне очень важно Позаботиться О себе Теперь Послушайте Когда Есть действия Эгоистичного Характера Знаете Что рождают Действия Эгоизма Действия Эгоизма Рождают А у нас есть Картинка Да Показывай Действия Эгоизма Рождают Что Действия Защиты Что Рождают Боль Когда В семье В жизни Люди Боятся Боятся Дарить Любовь А что Значит Дарить Любовь Боятся Заботиться Они Боятся Сеять Сеять Вдруг Вдруга Они Боятся Давать Потому Что Очень Переживают Что Им Самим Не Останется У кого Ой Этот Хороший Пример Сейчас Будет У кого Из вас В семье Ну Вы Вы Выросли В семье У вас Больше Чем Двое Братьев Или Сестер А ну Когда Нибудь Был страх Что Сейчас Все Съедят Без вас Я Просто Не знаю Я Один В семье Но Мне Кажется Он Должен Был Быть Что то Вы Свет Вы Выключили Теперь Послушайте Друзья Ау Хорошо Теперь Послушайте Друзья Страх Приносит Боль Когда Я Не способен Позаботиться От тех Кого Люблю Я Приношу Боль Этим Людям Почему Потому что Я лишаю Их Своей Заботы И Оставляю Их В одиночестве А в одиночестве Есть Что Покажите Картинку Не убирайте А в одиночестве Что Есть Следующий Этап Не слышу Что Рождает Боль Страх Итак Внимание Страх Тревога За себя Рождают Действия Защиты Себя Действия Защиты Себя Обделяют Другого И причиняют Ему Боль А когда Человеку Причиняют Боль Боль Знаете Что Приносит Что Приносит Страх А что Приносит Страх Действия Защиты А что Приносит Действия Защиты Боль А что Приносит Боль Страх А страх Приносит Действия Защиты А действия Защиты Что Приносит Боль, а боль приносит страх Знаете, что это такое? Вот то, что я просил никогда не убирать, пока я не попрошу Знаете, что это такое? Это петля одиночества Вот это петля одиночества Круговорот Ты живешь в страхе и тревоге за себя Ты проявляешь действия по отношению к своей семье К своим детям и к своей жене Эти действия приносят им боль Они вырастают в боли А боль что делает? Приносит страх Поэтому твои дети начинают жить в страхе И когда они живут в страхе, они женятся И что они начинают делать? Действия, которые приносят боль А боль приносит твоим внукам страх И вот эта петля Хоть вешайся Вот, что сделал Иисус Когда пришел и сказал Я прошу вас Теперь слушайте Теперь любимое место в моей жизни Которое принесло мне полную свободу Матфея 11, 28 Придите ко мне Все труждающиеся и обремененные Я успокою вас Вы найдете Научитесь от меня И найдете покой душам вашим Потому что я кроток И смирен сердцем А дальше что написано? Что-что? Возьмите иго моё на себя Церковь, послушайте меня, пожалуйста Возьмите иго моё на себя Потому что иго моё благо О чём идёт речь? Он говорит Если вы хотите быть свободными И вы обременённые И вы устали от одиночества Идите ко мне Многие из нас мы говорим Ура, я прибежал к Иисусу Иисус меня принял Но это на пару месяцев А потом всю твою христианскую жизнь Ты думаешь Боже, так он принял или не принял Что-то ничего не произошло И всё остальное Бремя не взял Ты бремя забыл Когда ты приходишь к Иисусу Послушай Он говорит Иди У тебя бремя У тебя петля одиночества Тебе тяжело В тебя насеяли боль В тебя насеяли действия Отчуждения и отвержения Приди ко мне И знаете многие Почему я говорю Многие харизматические проповедники Они говорят Беги сюда к сцене Прибегай к сцене Сейчас помолюсь За тебя помолились Ты, может быть, покувыркался Там, я не знаю Смотря из какой ты церкви Если что, упал Если не упал, поползал Если просто постоял Я не знаю Ну разные мы Где-то из разных церквей Это не важно Даже Бог настоящий Тебя коснулся Но потом ты уходишь И боль И страх И новые действия Опять душат твою душу Твою шею Знаешь почему? Ты забыл одну штуку Ты забыл Когда ты приходишь к Иисусу Важно взять Его Бремя Возьмите иго моё на себя Оно легко Какое иго? Возьмите на себя Мои заботы Здесь Возьмите на себя Моё бремя О Боже Иисус Да о чём ты говоришь Тут бы своё вывести А? Этих вот этих вот Гогоедов накормить А это постоянно И денег мало А вот здесь вот то А новый тракт Надо купить А надо ещё это выплатить Иисус Какое бремя! Ты живёшь на небе Ты вообще не можешь въехать Как здесь живу я? Я прошу Помоги! Я страдаю От одиночества А он тебе говорит Алё Иди ко мне Иди ко мне На моё бремя Да не почту Да! Вот почему Очень много Верующих людей Страдают Даже с Богом От одиночества Они не способны Взять его бремя Поэтому не способны Начать заботиться Хорошо Я хочу показать вам Другую штуку Как с нами работает Иисус Спасибо Это можно убирать Как с нами работает Иисус Первое, что Бог с нами делает Он сеет Если дьявол сеет страх То что в нас сеет Бог? Бог сеет в нас любовь Если дьявол сеет страх То Бог сеет в нас любовь А что такое любовь? Любовь это чувство защищённости Любовь это чувство защиты Это чувство, когда о тебе позаботились Когда о тебе заботятся Знаете, к сожалению, есть жёны С которыми можно даже не говорить Ты просто понимаешь Что, Господи, но Как бы объяснить её мужу Что может ей новую Уже какую-то обувь купить Как бы всё-таки Уже не девяносто девятый, да? Вы смеётесь? У меня были моменты Когда я мужу уже намекал Я уже говорю Слушай, я извиняюсь Я тебе уже намекаю второй год Но просто Как бы Nokia 3110 Не то, чтобы это уже не в тренде Nokia 3110 Просто ей же даже надо оплачивать Биллы как-то, понимаешь? Может просто хотя бы Ну, чтобы экран был такой на всю Ей это не надо Ей бы лишь бы звонить И она рядом сидит Вот это, знаете, на таких паршивых каблучках Такая, да-да-да, мне лишь бы звонить И я говорю А я ничего же не могу сделать Ну, чужая жена Что же я скажу? Слушай, ты А он сидит У него нормально У него там Это давно было там Айфон красивый Всё хорошо Он говорит Мне это надо, он говорит, да? А ей оно не надо? Он серьёзно мне говорит Ей не надо Я уже не выдержал Я говорю, слышишь Если ты мужик Поменяйся с телефонами, а? Я тебя просто прошу Как мужик Уже без неё Говорю, ну тебе не стыдно? Ну, конечно, как сказать Не только здесь так делают Больше его в церкви никогда не видел Потому что пастор не разбирается Пастор не разбирается Чё надо, чё не надо Теперь послушайте Бог даёт нам свою заботу Он нас защищает Он заботится о нас Да? О ком он заботится? Ну, правда же, заботится Он же классный Алё! Вот это чувство защищённости Которое даёт нам Бог Когда мы поклоняемся Ему Когда мы любим Его Когда мы заботимся о Царстве Божьем Когда мы с Ним Вот это чувство защищённости Оно становится нашей полноценностью Бог в нас сеет это Если Он в нас это сеет Происходит второе А что второе? Рождаются действия Не защиты себя А действия заботы Почему? Да потому что у меня полно Я защищён Я обеспечен Обо мне заботятся Теперь внимание Обо мне заботится Вечный Бог И Его забота Не иссякнет Завтра Поэтому то, что у меня есть Будет и завтра То, что Он даёт мне сегодня Будет и послезавтра А зачем мне столько? Полноценный и защищённый человек Начинает давать заботу Он начинает давать защиту Он начинает давать А когда полноценный человек Даёт Второе Он даёт Покажите, да? Показали Третье Это приносит Полноценность Если действия эгоизма Приносят боль То Действия заботы Они приносят полноценность Когда ты проявляешь Заботу о своей семье Потому что Бог любит Потому что ты с Ним Потому что ты не ущербный Тогда твоя семья Твои дети Твоя жена Или твой муж Они начинают чувствовать себя Полноценно Почему? Потому что о них заботятся Потому что та забота О которой Бог заботится Или другие люди Заботятся о тебе Она порождает в тебе Действия заботы А если ты несёшь Действия заботы Это в жизнь других людей Несёт полноценность Но если Ты несёшь в жизнь других людей Полноценность И они знают Что о них заботятся И они любимые И они классные Знаете, что они будут делать дальше? Они будут дарить любовь Вот о чём я мечтаю Когда смотрю на свою семью Вот о чём я мечтаю Когда служу Богу И служу людям Вот о чём я мечтаю Я мечтаю Когда-нибудь И как-нибудь Разрушить этот страх Вы знаете Я уже привык к тому Что когда я, например Прихожу в церковь Проповедую Где бы я ни был По всему миру Я проповедую И я всегда говорю Ребята, давайте служить Господу Давайте будем давать Богу Не просто деньги Я имею ввиду Давайте У него есть проблемы У него есть люди Которые плачут У него есть женщины Которых избивают Дочеря У него есть проблемы На этих улицах У него есть проблемы У верующих У него везде Есть боль И проблемы Боль в смысле Переживания За других людей У него есть свои заботы Я всегда призываю людей Давайте Все мне говорят Это понятно Это уже пересветовская тема Потому что ему надо помощь Вот сейчас А сейчас здесь проповедуют Потому что ему надо люди Которые будут служить Богу И всё остальное Ага Он хочет нас использовать Я знаю Меня использовали с детства Меня использовал дядя Тётя Папа Папина папа Папина папа Папа И так далее В Вашингтоне Я не ошибся Вот как люди воспринимают Когда ты начинаешь говорить Давай Заботиться Вместе Потому что Когда Ты начинаешь заботиться Ты проявляешь Совершенную любовь А когда ты проявляешь Совершенную любовь Она Разрушает Всякий Страх В твоей Жизни Я не боюсь Свою жену А она не боится Меня Не боишься ж Меня Вы здесь? Я сейчас закончу Хочешь Чтобы счастье Пришло в твою семью Начни заботиться О своей семье Аминь Хочешь Чтобы Счастье Пришло в твои отношения С Богом Начни Заботиться О Божьем Начни Проявлять Совершенную любовь Я хочу Привести Один пример Это Евангелие От Иоанна 12 глава 6 стих Это последний Последний стих Мария Магдалина Прибежала К Иисусу Разбила Лавастровый сосуд И растеклось Драгоценное Мира Помните Все это увидели Все смотрели Но не у всех Была одинаковая Реакция Был один апостол Был один служитель Был один верующий Парень Который посмотрел На это И сказал Блин Ну это Ребят Как это у вас Называется Мэм Сейчас Сейчас Мэм В Армении Это называется Мэм А тут Мэм А не Лучше ли Бы Бы Помните Что там Продать Это Там по-моему За 10 тысяч Динариев И Раздать Нищим Но если вы Помните Что там Написано Там есть Прекрасные Строки О Боже Я так Люблю Библию Там Как фонарик Включается И там Написано Сказал же Это И потому Что заботился О бедных Помните Да Алло А потому Что Имел Ящик И Таскал Оттуда Давайте Поднимемся Теперь Послушайте Пожалуйста Меня Еще и громче Я повторяю Эту историю Он Смотрит На то Как Эта Женщина Она Чрезмерно Позаботилась О Боге Она Разбила Своё сердце Перед Ним И оттуда Вылилась Это Мира И оттуда Вылилась Это Смирение И оттуда Вылилась Очень Благоухающая Любовь К Господу Но вы знаете Этот парень Он сказал Надо было бы Позаботиться О бедных Но написано Он сказал Это Не потому Что Он Заботился Я подчеркиваю Слово Заботился Любовь Это Забота Он Не Заботился О бедных О ком Он переживал Конечно Молодцы Он Заботился О себе Он Таскал Себе Вот почему Этот верующий Человек Теперь послушайте Апостол Иуда Я не просто хочу Его сказать Иуда Искариот Избранный Один из двенадцати Апостол Иуда Который был послан Иисусом Христом Исцелять больных И исцелял Воскрешал Мертвых Он Воскрешал Мертвых Он Изгонял Демонов Он Проявлял Огромную Власть Божью На этой Земле Знаете Что с ним Произошло Не будем Об этом Но Реально Что с ним Произошло Он Не смог Победить Свой Страх Он Не смог Победить Эту Петлю Одиночества Он Он ходит Три с половиной Года Вместе С командой Иисуса Теперь Внимание Он ходит С Иисусом Христом Каждый День Лично Люди Вы слышите Меня Боже Боже Как бы Я мечтал Хотя бы Через окно Посмотреть На то Как Иисус Со своими Учениками Реально Сидит Я так Жду Видеть Как он Выглядит Я так Жду Я так Жду Издалека Увидеться Как Это Сегодня Песню Мы пели Я не знаю Там Будут Что Там Танцы Пляски Не знаю Но Я Его Люблю Я Его Не Видел Я так Жду Посмотреть На Его Глаза Я О Боже Вдруг Он Еще Там Как То Издалека Там Как Подмигнет Я Не знаю Боже Как Бы Я Мечтал Хотя Бы На Секунду Я Не знаю Издалека В окошко Посмотреть Как Он Сидел В этой Горнице Как Они Там Мыл Ноги И все Остальное Иуда Сидел Среди Них Когда Им Мыли Ноги Иисус Лично Мыл Ему Ноги Смотрел В Его Глаза Сам Господь Знаете Что Чувствовал Иуда Когда Иисус Мыл Ему Ноги Петр Он Говорил Ты Что Какой Бог Небо И Земли Мессия Будет Ни Ноги Мыть Знаете Что Чувствовал Иуда Плевать Я Хотел Золотая Пыль Че вы Не верите Я тоже Не верю Ну ничего Послушайте Знаете Что Чувствовал Иуда Я вам Скажу Что Он Чувствовал Там Написано Иисус Говорят Знаете Кто Предаст Меня Вот Тот Кто Сейчас Я Вот Видите Сейчас Он Вмокнет И Знаете Что Делает Иуда Слышит Это И Макает Это Уже Все Ему Уже Плевать Ему Все Равно Знаете Какие У него Мысли Я Не Считаю Мысли Но Его Логику Скажу Короче Скоро Этот Театр Закончится Мысли Иуды Надо Хотя Бы Землю Купить Скоро Этот Спектакль С Иисусом Христом Закончится Скоро Эти Духовные Шоу Куперфилда Прекратятся Надо Как-то Отбить Три С половиной Года Не работал Туда Сюда Этот Парень Ходил И По чуть-чуть Уже Таскал Он Не Просто Был Вор Как Говорит В Библии Он Уже Ходил И По чуть-чуть И По чуть-чуть За счет Божьего Он По чуть-чуть И по чуть-чуть Заботился Знаете Что им двигало Страх Страх Порождают Действия Я не буду Вас пугать На ночь Я не буду Говорить О Анании И Сапфире Которые Сказали Слушай Я чувствую В духе Мы должны Продать Дом В Беловью Не Ну давайте Не в Беловью В Пиалоп Мы должны Продать дом И положить Ногам апостолов Господь Говорит нам Это в сердце Аминь Сестра Или там Брат Ну в смысле Говорят С друг с другом Жена И муж И они сделали Это И они держат Эту сумму Денег И говорят Слышь Ну как бы Давай Мы жертвовать Будем Но только Давай это Знаешь Ну Бог конечно Нам сказал Ну вдруг Он о нас Не позаботится А кто сейчас Ну Знает Завтра Останемся Без копейки Вы смотрите Страх Страх в семье Разрушает семью Принося боль Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует...